Власти республики продолжают бороться с серыми перекупщиками. Махинации поставлены на поток, но дать им отпор удается вовремя. Недавно мошенники попытались нажиться на участке, попавшем в зону реконструкции нефтепровода. Подрядчики едва не понесли убытки. Насколько действенны меры, которые принимают власти в борьбе за землю, об этом шла речь на Совете по противодействию коррупции. В войне, которая была объявлена земельным махинацием, выигрывают власти республики. Против серых перекупщиков используют действенное оружие, в том числе информационные технологии. Схемы, которыми пользуются нечестные на руку, известны многим. Но людей вооружают не только знаниями. На помощь приходят правоохранительные органы. Меньше чем за год из незаконного оборота было выведено более 170 гектаров. Многие участки уже достались многодетным семьям. Производство судов еще 16 гектаров. Ну и, соответственно, нужно понимать, что в последующем оформленную республиканскую собственность земельные участки, они уже передаются в муниципальную собственность для предоставления многодетным семьям. Кто-то продавал земли по частям, причем в три дорога, кто-то участки сельхоз назначения превращал в элитные сотки для дачного строительства. В Маргаушском районе серые перекупщики едва не затянули работы по реконструкции нефтепровода. Лаковым кусочком для них оказались невостребованные земельные доли. Судебные тяжбы гремели не только в Чувашии, но и в Москве. Сделки всегда признавали незаконными. Но даже несмотря на эти примеры, нарушения выявляются до сих пор. Из-за перекупщиков страдают и аграрии, которые желают вести в оборот залежные земли. За тех, кто использует участки не по назначению, берутся и налоговые органы. По Чебоксарскому району то, что сделали прецедент, сейчас Росреестр дал информацию по 49 участкам, которые в Чебоксарскому районе не обрабатываются и налоговые в июле месяце уже даст уведомление о уплате налогов, которое увеличится в пять раз. Настоящая борьба сейчас развернулась за земельные участки, по которым в будущем пройдет скоростная железная дорога. Михаил Игнатьев потребовал пресечь деятельность перекупщиков на корню. Люди уже зашевелились. Откуда пройдет, как пройдет, схемы ищут. Все, значит, хотят быстро выкупить по серым схемам, а потом уже выкручивать руки, значит. Это миллиард рублей может вылиться, и никогда мы скоростную трассу не построим. Земли, в границы которых попадают трубопроводы и трассы, необходимо перевести в муниципальную и республиканскую собственность. Только так сейчас возможно свести на нет судебные иски, где на кону стоят заветные участки. План землепользования, план застройки на уровне каждого муниципалитета должны быть утверждены. С перспективой на 30 лет, на 50 лет, и эти земельные участки должны быть на сегодняшний день предоставлены в аренду. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев. Республика.